В состав центральной районной больницы входит стационар на 67 коек, поликлиника на 60 посетителей. В районе работают 4 офиса врачей общей практики и 12 фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, в 5 удаленных населенных пунктах для оказания первичной медицинской взаимопомощи созданы домовые хозяйства. И самое главное, что программа остается работать до 2015 года. Сейчас важно подготовить вовремя документацию. И если мы внутри проделали большие работы, конечно, внешние, все-таки это памятники, надо приводить в соответствующее состояние, чтобы и внешние, и внутренние содержания соответствовали. Это в наших силах, главное успеть включиться, подготовить документы и включиться в федеральную программу. Впервые в России официальные геральдические символы сразу у всех учебных заведений Сележаровского района. Свидетельство о регистрации гербов пяти средним общеобразовательным школам, а также профессиональному училищу номер 33 и детскому оздоровительно-образовательному центру физической подготовки вручил губернатор Андрей Шевелев. Мероприятие проходило в местном краеведческом музее. Сначала мы провели этот конкурс в школе, а потом выбрали лучший герб. Это был герб ученицы бывшего тогда 10 класса Даши Гайдук. На гербе у нас книга как символ знаний, вот цветок подсолнуха как символ единения. Река Волга вытекает у нас из озера Волго и вот этот синий фон – символ нашей Руси, нашего поселка. В России до настоящего времени не было практики, регистрации, свидетельств и постановки на федеральный геральдический учет всех средних и начальных профессиональных образовательных учреждений муниципального образования. По мнению специалистов, это событие – значимая веха развития геральдики не только в Тверской области, но и в стране.